Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Пока я снимал это кино, казинаки получились вкуснючие, и их все растягали. Поэтому мне пришлось срочно нажарить еще вот такую огромную тарелку зернышек. И теперь я продолжаю делать казинаки. Сейчас я буду готовить вкусные казинаки из подсолнечных зернышек. Горяченькие, только-только пожарил. Я взвесил зернышки, у меня их 200 грамм. Теперь мне нужен обычный мед, самый простой, какой есть. Сковорода, в которой я буду делать казинаки, и весы. Мне нужно взять 80 грамм меда и 20 грамм сахара, потому что у меня 200 грамм зернышек. Вот такая обычная легкая пропорция. Здесь у меня обычная морская соль. Соль это природный усилитель вкуса. Я слегка вот так посолю мед и сахар. Переходим на печку. Сахар полностью растворился в меде. Зернышки. Красота. Теперь я выкладываю зернышки на лист пергамента. Я разравниваю зернышки с медом толщиной 1 сантиметр, чтобы пахлава, пахлава, это казинаки, получились вкусненькими и тоненькими. Теперь немножко фильтрованной воды и разравнять. Я даже не буду сверху укрывать это вторым листиком пергамента и раскатывать качалкой, потому что вот так мокрой рукой все хорошо раскачивается, а лист пергамента мне пригодится для вкусной выпечки. Беру красивый нож, подравниваю вот здесь все. Друзья, нужно дождаться пока зернышки остынут и тогда я их с удовольствием разрежу. Ладно, будем резать так. Ням-ням-ням-ням-ням-ням, вкуснятина. О, открывается. Ну? О-о-о-о. Какие мягкие. Нет, я еще не знаю, какие они мягкие, что я говорю такое. Какие красивые. Тоненькие. А вот теперь я их попробую. Ммм, да. Мягкие. Мягкие. Класс. Именно текстура зернышек без этой жесткой кармели, об которую ломаются ручки. Зубы. И зубы. Ой, зубы, ручки. Зубы, конечно же, да. Текстура очень хорошая. Вкус как будто бы те, которые продаются там, где самые вкусные. Вот так легко и быстро готовятся вкусные казиночки. Если вам понравилось мое видео, ставьте огромные-огромные лайки. Подписывайтесь на мой канал. И помните, кухня – это самое сладкое место.